девочки всем привет кто присоединяется всем привет сегодня у нас прямой эфир по дизайном для вас его проведу я юлия фролова вот с такими nail dress у нас номер так так вот здесь слайдер номер 120 мгновение осени очень классные декорации очень красивый и они идеально сочетаются с гель-лаками из новой коллекции хант club с которыми я вам сегодня и покажу эфир я выбрала три оттенка вот таких будем делать такой нежный осенний красивый маникюр я буду вам показывать сегодня узнаете легкую композицию мы сделаем сразу готовый вариант для клиентов на 5 типсах но не на всех будет дизайн но вы увидите как в композиции будет смотреться будут смотреться эти оттенки с этими декорациями я думаю это будет очень полезно и здорово потому что всегда у нас до возникает вопрос как например какой-то дизайн конкретный клиенту показать так чтобы клиент понял как будет смотреться например вот этот один типс в композиции что туда можно еще добавить как это будет смотреться на ручках на сразу на пяти ноготочках поэтому сделаем с вами готовый вариант и так для этих оттенков я вам сейчас кстати покажу для начала номер 425 вот такой розовый шиммером очень красивый оттенок прям обалденный вообще люблю оттенки шиммером потом 432 вот такой шоколадный тоже классный оттенок и 429 вот такое как бы его назвать как какао наверное тоже шиммером очень красивый мне почему-то захотелось именно в этой гамме что-то сделать красивая и так понадобится единственное что еще такое постороннее это поталь нужно будет поталь вот такая сжатая ну можно в принципе любую поталь взять можно фольгу например взять да но у меня вот такая поталь есть с ней вот мне хочется ее добавить и так что у нас здесь будет мы с вами сделаем с текстурой композицию и со слайдерами и так сначала я подготовлю оттенки которые оттенки фрагменты декорации которые мне нужны и уложу их на влажную салфеточку чтобы они у нас чтобы пленка соединился бумажная основа здесь кстати хочу обратить внимание а вот такие классные уже есть готовые композиционные решения в виде фольги бабочки лист листа и элемента с текстом очень удобно то есть на сразу несколько элементов здесь присутствует как готовый вариант можно поставить на любую подложку либо однотонную до для любителей минимализма либо можно что-то интересное придумать итак вырезаем фрагменты которые нам подходят под наши оттенки такой вот светлый с ягодкой и надписью так далее что нам тут еще понадобится понадобится вот такой элемент чуть потемнее так чуть потемнее так тоже отправляем на салфеточку потом возьму вот такой с надписью кстати помните таких шермикончиков надписи есть очень здорово что они появились в слайдерах вместе с веточками это очень удобно так и нам понадобится еще вот этот элемент сейчас мы его вырежем всем привет кто присоединяется я готовлю вырезаю фрагменты для композиции осенний снаил дресс номер 120 и гель-лаками из коллекции хант клап так я думаю то будет достаточно можно конечно где-то вот бабочку добавить на нет я хочется мне знаете чтобы все в шоколадных оттенков было так вот этого наверное хватит хватит или не так какие цвета у меня будут основными основными будут вот эти два оттенка светло-розовый и такой вот серо-коричневый оттенок два типса в нашей композиции будут однотонными поэтому аккуратно наносим цвет как видите этот оттенок классно наносится в один слой то есть особенно удобно если вы моделируете ноготочки камуфлирующими средствами то есть это либо гель либо база да и наносите уже в один слой сразу этот оттенок это очень удобно очень экономит время когда такие плотные у нас оттенки и так и один типс тоже однотонный будет вот такой светло-розовый хотя сейчас я передумал будет два типса коричневых тоже кстати классно наносится в один слой думаю так оставим не будем второй слой наносить кстати если образовался натек кисточку возьму если образовался натек можно помочь себе кисточкой ой-ой-ой отдельный что видите образуется небольшой такой наплыв на торце берем тонкую кисточку и легкими движениями подтягиваем вверх чтобы не образовывался бугорок так сушим слушаем лампе эти два таки сделаем сейчас клиенты больше любят минимализм длина в основном у нас самая ходовая это такая средняя длина где-то свободный край 2 3 единички поэтому будем сходить из этого до делать композицию под самый частый запрос то есть это дизайн но при этом чтобы не было перебора с дизайном и смотрелось это интересно итак сушим и два оставшихся типса мне тоже нужно выкрасить светлым оттенком здесь у нас уже будет дизайн то есть на трех светлых будет дизайн на одном типсе дизайна будет побольше а на двух остальных поменьше так будет гармонично смотреться наша композиция так аккуратненько подтягиваем подтягиваем и сушим так и сушим здесь тоже мы с вами наносим оттенок и сушим готовим фон для нашей композиции так и здесь тоже оттенок плотный но при этом такое достаточно жиденький поэтому нужно убрать натек чтобы красиво смотрелось и так фон мы подготовили подготовили фон теперь теперь потай смотрите потай можно поставить сразу на липкий слой но тогда она разгладиться мне хочется чтобы она такой сжатой было поэтому я потай буду ставить на сырой топ слайдер сейчас покажу очень классный кстати способ так берем топ слайдер топ слайдер наносим небольшое количество я люблю наносить такие вещи в том в тех только местах где у нас будет располагаться декорация до либо вы сюда потай ставите либо там еще что-то либо слайдер например вы сюда ставите то есть нанесли небольшое количество чтобы не на весь ноготь иначе это придает лишнюю толщину так возьму такой знаете не тот слишком большой кусок сейчас оторвать него маленькую часть давайте так вот допустим и поставлю вот сюда вот сюда поставлю прямо на липкий ой не на липкий слой прямо на сырой топ на сырой топ вот таким образом и теперь вот здесь у меня до осталось небольшое количество топа слайдер на кисти я теперь его как бы прихлопываю прихлопываю этот кусочек и тем самым я делаю такой сжатый эффект и пропитываю нашу поталь топом слайдер сушим в лампе 30 секунд так у нас никуда не денется нашу поталь на останется на месте и здесь тоже мне хочется на одну нижней части поставить такой небольшой кусочек тоже также могу это сделать здесь с краю допустим ну и все много не хочу ставить так распределили сушим в лампе сушим в лампе так дальше что мы делаем что мы делаем дальше так эти у нас типс остаются лежать дальше мы будем делать текстуру есть такие вот листочки одноразовые делаем текстуру сейчас покажу как нам нужны как раз эти наши оттенки которые мы выбрали сначала берем 429 можно поставить текстуру мы по-разному можно сделать можно капельки поставить потом их соединить либо дотсом либо палочкой апельсиновой можно сделать как бы так полосочками то есть очень много способов на самом деле есть сделать текстурным сейчас вот такой способ покажу он довольно простой когда мы набираем на кисть по очереди каждый оттенок так берем удобную для этого кисть смотря какую текстуру вы хотите сделать если она у вас должна быть пошире там допустим на большую часть ногти она должна располагаться тогда мы берем кисть побольше пошире если нет то будет достаточно я возьму вот такой мазок номер три на меня старенькая не обращайте внимание далее мы наносим топ слайдер топ слайдер не на всю поверхность а только там где у нас текстуру будет стоять мне хочется чтобы она лежала вот здесь верхней части сырой топ далее мы начинаем набирать каждый оттенок на краешек кисти начинаем например вот с этого со среднего потом берем светлый потом берем темный потом опять этот оттенок и вот этот оттенок а получается на кисть у нас вот такая смесь если светлого многовато мне кажется от его многовато я вообще смакну еще в темный вот в этот вот в этот то есть тут у нас на наши текстуры не будет прям такой вот знаете рисунка такого ярко выраженного просто легкие развода так не вот таким образом делаем развода вот такие внизу можно если у нас там что-то попало до убрать сушим 30 секунд в лампе перед этим подождали когда все это растечется сушим в лампе далее привет всем кто присоединяется девочки далее то же самое только уже располагаем нашу текстуру в нижней части покрываем топом слайдер только слой должен быть такое знаете не очень не очень тонкий средний слой чтобы по нему хорошо все растекалось и набираем наши оттенки здесь можно знаете потренироваться и набирать их прям вот в разном порядке чтобы понять именно как это все работает как это действует вот таким образом нанесли можно и здесь вот слегка легкую такую тень пустить так и даю растечься чтобы краешки были такие размыты и так сушим 30 секунд так а здесь я лампу не включил сейчас придется мне переделать да бывает такой косяк не всегда все идет так как хочется ладно сделаем еще раз как раз еще раз покажу так наносим топ слайдер еще раз набираем наши оттенки 1 2 3 и заново 1 2 и 3 делаем наш текстурку на даже еще лучше получится с одного развитка знаете дрожащий кистью так ну вот так даже лучше получилось даем немножко растечься даем немножко растечься здесь неровно тут топ слайдер потек убираю кисточкой лишние и в лампу на 30 секунд здесь кстати тоже можно добавить такую текстуру но знаете будет перегруженная композиция поэтому сюда мы будем ставить так здесь у нас будет с вами просто 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 сейчас я думаю секундочку вот такой наверное элемент здесь у нас уже есть кусочек золота хотя можно небольшую тень пустить прям небольшую то есть текстура может на одном ногте быть много на другом может быть мало на третьем прям совсем совсем какой-то тонкий маленький элемент давайте здесь тоже сделаем прям небольшой участок здесь верхней части так вот допустим вот так оставим если темно можно допустим светлый какой-то оттенок еще добавить вовнутрь а можно кисточкой вот так вот прицепиться и растянуть так здесь можно свести на нет не хочу чтобы здесь внизу было прям очень много ее и так оставляем вот так и сушим 30 секунд в лампе так далее нам нужно поставить наши декорации давайте наверно вот с этого начнем вот здесь текстура у нас внизу находится до верхней части я хочу расположить вот таким образом декорацию чтобы белая вот эта полоска с надписью она была у нас расположена горизонтально можно даже знаете как бы немножко сбоку ее поставить немножко сбоку сейчас так вот так вот таким образом вот таким образом так приклеили как следует сушим 30 секунд сушим 30 секунд так здесь мы поставим веточки вот сюда в нижнюю часть поставим эту темную веточку вот как будто бы она из уголка идет сюда и светлую можно поставить пример вот так вот ей навстречу они могут даже в нахлёст идти и заходить на поталь вот так вот чем будет интересно смотреться вот таким образом так тоже подсушиваем бланки для чего нам нужно слайдера сушить для того чтобы пленка с полимеризовалась с остаточной липкостью топа слайдер как следует приклеилась чтобы у клиента не было проблем процессе носки с этим вот таким образом как сушим теперь нам нужно остатки пленки убрать выровнять поверхность выбираем остатки пленки это можно сделать либо ультра бонда либо на преба нанесли небольшое количество топа слайдер и теперь отдельной кисточкой наш слайдер прорабатываем сушим в лампе сушим также 30 секунд и здесь тоже мы наши слайдера взяли пленочку лишнее убрали сразу даже так с двумя работать так наносим топ слайдер наносим топ слайдер промазываем наши слайдера сушим и теперь я хочу сделать это все матовым сочетание матового глянца всегда очень интересно смотрится мы берем матовый топ топ вельвет меня и наношу его на поверхность и обязательно выравниваем чтобы топ сразу лег ровно его нужно выглаживать по поверхности и не прожимать кистью тогда он ляжет сразу у вас ровно не будет лежать кусками комками и так далее он сразу ляжет ровно вот тут нижнюю часть тоже выравниваем и отправляем сушиться в лампу на клиенте топ матовый сушим всегда не менее двух минут чем дольше мы просушили матовый топ лучше даже пересушить тем лучше будет носиться он на клиенте тем меньше будет пачкаться так матовый топ нанесли выглаживающими движениями чается такая прям легкая композиция делается быстро смотрится очень красиво клиент такое очень любят текстура это не знаю нам вообще наверное из моды не выходит никогда всегда текстуры прикольно дополнить дизайн и с декорациями с различными до выровняли на торце топ суши посмотрите как красиво смотрится под матовым топом очень красиво конечно если заморочиться можно еще листочки импасты например прорисовать тоже будет смотреться очень здорово можно сделать прорисовку белой импасты я бы сейчас сделал просто с собой и на стол не взяла вот можно прорисовать импасты можно какие-то вот такие линии сделать такие вот как дрожащей рукой очень будет прикольно смотреться еще можно вот эти линии прорисовать допустим и посыпать их акриловой пудрой будет тоже очень классно это все выглядеть вот сейчас видите как я вот фантазирую я пока делаю уже у меня еще какая-то мысль пришла как можно еще этот дизайн обыграть смотрите как здорово смотрится все это вместе да очень красиво интересно так что еще хочется добавить еще хочется добавить глянцевые элементы возьмем топ без липкого слоя тонкую кисть линеарную либо какую-то другую которая вам удобно будет сделать и все блестящие элементы выделяем вот надпись выделяем и потально остальных типов сейчас тоже выделим вот так тоже суша здесь мне хочется выделить поталь можно даже знаете еще что сделать можно пример кстати так и поступим на одной композиции можно немножко поступить по разному да где-то мы выделили глянцевые элементы а где-то мы выделили например вот эти элементы с ягодками тоже будет здорово смотреться листочек то есть один фрагмент слайдер мы оставляем матово один выделяем глянцевым топом это усложняет на вид композиция делает ее более интересной вот так к примеру можно так сделать ягодки можно еще объемными сделать огромное количество вариантов а здесь поталь мне хочется выделить поталь пусть она немножечко у нас блестит вот так как и пока сохнут наши типсы возьмем глянцевый топ так как у нас композиция состоит из матового и глянца и глянца и глянцем покрываем типсы те которые у нас однотоном так слушаем не здесь тоже покрываем глянцевым топом так так покрыли вот такая выходит композиция интересная можно можно два таких ноготочка на одной руке сделать можно вообще один для тех кто любит прям минимум минимум можно добавить еще прорисовку им пасты тоже будет очень здорово еще более будет усложнять композиции тут опять же зависит от вашей договоренности с клиентом и от того если у вас на это дополнительное время и так вот так будет нас выглядеть наша композиция на пяти ноготочках и когда вы вашим клиентам показываете уже готовые варианты с композициями сразу понятно как это выглядит на на руке они уже могут понимать если вы например один такой типс покажете домой могут некоторые не понять но если опять же да и нет доверия к своему мастеру и так вот такая классная композиция легкая но при этом очень красивая очень стильная с гель лаками hant club с тремя оттенками он показала 432 429 и 425 и на ил дресс номер 120 мгновение осени с этим так девочки надеюсь вам понравилось все буду сохранять эфир всем спасибо что присутствовали смотрели пока